Рейндж Ровер С блатным номером П-100-Л-А-А Ну вот, таких не бывает обычно номеров Это специальный блатной номер Где она? Где я вас спрашиваю? Кто? Англия Одну секунду, ваше высочество Вот А где мы? Мы Вот Это же рядом Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, снова друзья Опять немножко Я вас побалую водичкой Я целый день на пляже Сегодня у нас вторник, 11 августа Плюс 33 продолжается в Англии жара Сегодня на удивление Даже могу вам сказать, что вода теплая Вообще супер Именно такая Как я люблю Я люблю теплую воду Так вот Вы знаете Как получается, что она теплая? Ну, во-первых, потому что здесь пролив Солонда У нас не очень глубокий Как я вам уже рассказывала А во-вторых То, что, понимаете Вот бывают такие вот дни Они бывают не так часто Когда прилив совпадает со срединой дня С 12 часов дня или час дня Начинается прилив И вот тогда вода просто горячая Даже объясню, почему Смотрите Вода уходит очень далеко Обнажается весь берег Обнажается песок Вы же знаете, да? Я показывала вам много-много раз В своих видео Как далеко здесь уходит вода И потом Вода начинает прибывать Песок нагревается, конечно же Очень сильно нагревается Потому что жарко До 12 часов Ему хватает времени нагреться И потом Начинает медленно прибывать вода И когда она прибывает Вот только-только Она, ну, такая может быть Знаете, где-то до колен Вот здесь глубиной И она, конечно же Нагревается от этого песка Потому что мелкая водичка Она очень сильно нагревается от песка И вода, вы знаете Она просто горячая Вот это время Я уже несколько раз Засекала такое Сначала не могла понять Почему бывает горячая вода А иногда просто ледяная Оказывается, вот Легко это все объяснимо Я вам рассказала Так вот, сегодня был именно такой день Когда в 12 часов начался прилив И я, вы знаете, я лежала Ну вот здесь совсем на мелководье Хотела вам, конечно, показать Но мне даже неохота было вылезать Я лежала почти 2 часа В этой воде Лежала, колыхалась на ваннах Вода горячая И представляете, минеральная И горячая вода Это же как вот минеральные ванны В хороших курортах Потому что вода Мне кажется, моему телу Что она горячее даже, чем тело Поэтому, наверное, градусов 35-36 Вот такая была температура воды Ну а потом прилив начал приходить И вода больше И уже она сразу стала холодная Холодная, холодная Ну и опять, как обычно Хотя все равно сегодня водичка очень теплая Я показываю вам уже 6 часов вечера Друзья, я сейчас ухожу домой Я сейчас буду вам монтировать видео Еще с квартирами А это просто такое небольшое вступление Видите? Ну как тут, как тут сказать? Вроде все чистенько, да? Пока никакая мебель не стоит Вроде просторно А так-то... Ушла я на студийную озвучку Извиняюсь, друзья Если кому-то дул ветер там на побережье На пляже Ну потому что, вы знаете Вот иногда хочется на самом деле Все-таки показать вот такую вот атмосферу Которая там существует Шум волн Какая-то галечка шуршит Поэтому, если бы я там Наверное, все это убрала Все эти посторонние звуки Было бы неинтересно смотреть Поэтому не обижайтесь Что ветер шумел, друзья Ну, наверное, если кому-то не очень нравится Лучше не смотреть Опять хочу так сказать И еще Перед тем, как мы сегодня будем смотреть Три квартиры новых Сегодня я вас поведу Еще покажу вам три квартиры Но перед этим я хочу закончить тему Которую я подняла Ну, вы же знаете, друзья Во-первых, у меня такой характер авантюрный Я же не могу не замутить Поэтому я знала, что будет Опять много возмущений Когда я писала вот это видео Вчерашнее выложила вам О хейтерах О хамстве Ну, там, понимаете Даже то, что я дала Вот вставку Валерия Соловья Мне просто очень он как бы понравился Он объяснил все это Поэтому я ее и включила Но я-то ведь говорила в основном-то, друзья Ну, не о советах я говорила Да ради Бога Советы, если они в тему Если они в точку Да любые Мы к ним привыкли на самом деле Ну, пусть они будут Я говорила о хамстве Ну, невозможно слушать хамство Нельзя переходить на личности Я еще раз говорю об этом Буду банить всех Ну, а тот, кто не понял Как говорится Моей вот такой вот Справедливой критики В адрес многих Ну, значит, получается Пусть мы будем расставаться Пусть люди уходят Я же сразу вижу Что, да, я потеряла там Некоторых подписчиков По-моему, ушли там 7 человек Ну, и Бог бы с ними Значит, они не мои Поэтому, как говорится Нам будет дышать легче Мне бывает, что пишут Даже в личку, друзья мои Вот именно просят Удалить и забанить некоторых Потому что начинают даже Оскорблять моих зрителей Люди Вот доходит до такого Уже тоже много раз Об этом говорила Поэтому, понимаете Это легко сказать Но это очень трудно Особенно эмоционально Трудно это все Читать вот такой негатив Когда тебя обзывают Ни с того ни сего Старой клюшкой Дурой Понимаете, глупой какой-то Ну, зачем мне это слушать Господи, боже мой И все равно это откладывается Все, понимаете как Ну, ладно Вот говорю Что больше мы к этому Возвращаться не будем Мы сейчас с вами Посмотрим Квартиры, друзья Получается, я сейчас вам Буду показывать Только на острове Уайт Я не ездила уже туда Больше на материк Потому что, во-первых Жара невыносимая Я целыми днями на пляже 33 Невозможно ходить Непривычно мне здесь Такую жару И, вероятно, она Переносится даже труднее Потому что еще и влажность Понимаете Вот 32 в Таиланде И 32 здесь в Англии Две большие разницы Давит виски И без моря никак Ладно, значит Поэтому я показываю Только те квартиры Которые мне Предоставили здесь На острове Сегодня Покажу вам Две из них И, знаете Чем дальше в лес Тем больше дров Как говорится Тем дольше партизаны И квартиры начались Вообще Очень даже неплохие Кто-то говорил мне Что я за свои деньги Вряд ли что-то здесь Приличное куплю Но приличное тоже У всех по-разному выглядит Понимаете Те, кто живет здесь Знают, какие здесь квартиры Убитые бывают Мерзкие, холодные И даже заплесневелые Черной плесенью по углам Поэтому Все, как говорится В сравнении Познается Вот Смотрю И вам показываю А сейчас Я вот это иду Это Город Сандаун Именно город Сандаун В котором я была И первая квартира Будет именно В городе Сандаун В центре Недалеко от Теска Но вот До моря Наверное Идти минут 15 Вот я как раз Сейчас к морю иду Но вы знаете С моей Например Нынешней квартиры Тоже до моря 15 минут идти Поэтому сейчас Давайте посмотрим Слишком долгое вступление Тоже у меня Моих зрителей Напрягает Давайте посмотрим Первую квартиру Дверь отдельная Первый этаж Это такое Маленькая спаленка Сколько метров Здесь Знаешь? Извините Сколько метров Сколько метров Я не знаю Сколько метров Я хочу проверить Сколько 2-3 2-3 6 метров Это другая Комната Это другая Большая Спальня Сейчас Мне померит Риэлтор Ну Здесь Все пусто Слышите Как скрипят Полы Супер Пупер Потому что Этот опять Карпет Настелили А внизу Неизвестно что Так Дальше идем Здесь Вход Это Ситин рум Так называемая У них Ну Большая Комната Вот такая Видите Ну Как тут Как тут Сказать Вроде Все чистенько Да Пока Никакая Мебель Не стоит Вроде Просторно А так То По идее Так Здесь Большой Шкаф Опять У них Такой Даже С радиатором Здесь Такая Ванная Комната На угол На угол Ванная Комната Как обычно Так Выходим Кухня Кухонка Ну В принципе Как бы Они Сделали Ремонт Тут Говорят Люди Жили А сейчас Заезжай Живи Ес Так Посмотрели Сейчас покажу Вам А Ну Вот Здесь Еще Одна Малюсенькая Такая С бойлером Кладовочка Конечно Патио Как бы Да Вот эти Два Окна Это Этой Квартиры Квартира Видите На первом Этаже Да И вот Здесь Вот Третье Парковочное Место Мое Вроде Если Я Покупаю Вот Так Выглядит Квартира Квартира Стоит Сто Пятнадцать Тысяч Фунтов Девяносто Девятьсот Лет Ну Вот Посмотрели Мы Одну Квартиру Эта Квартира Именно Здесь В Сандауне И Я От Нее Сейчас Иду На Пляж Сколько С вами Разговариваю Столько Иду На Пляж Вот Квартира Мне Вроде Как Понравилась Но Видите Скрипучие Полы Вот Эту Квартиру Можно Покупать Если Думать О том Что Две Комнаты Сдавать В одной Комнате Жить Но Тогда Получается Вообще Общежитие Нужно Ли Мне Себя Так Напрягать Не Знаю Ну И Сейчас Посмотрим И вторую Квартиру Вторая Квартира В самом Центре Райда Тоже Отремонтированная И очень Неплохая Эту квартиру Предложили Мне Тоже Она Недавно Вышла На Маркет Вы знаете Что Вот сейчас Прямо Квартиры Посыпались Одна За Одной Поэтому Может быть Даже Сейчас Мне Стоит И Подождать По крайней Мере Время У меня Еще Есть А Квартир Предлагается Все Больше И Больше Разных Давайте Смотреть Вторую Квартиру В Райде Найс Найс Брайд Ром Большая И Это Вид Один Это И Один Это Севью Севью Просто Немного Но И Получается Еще Здесь Бойлер Я Поговорю Русский Я Понял Это Бойлер Я Поговорю Русский И Это Все Остается Здесь Кухня Очень Хорошая Модерновая Спасибо И Эта Это Спальня Вот Такая Первый Этаж И Не Андеграунд Как у них Обычно Вот Насчет Насчет Садика Мне сообщат Ну Вот Такая Вот Здесь Видно На Дорогу Но Это Самый Центр Райда Вот Так Вот Так Батареи Встроенный Такой Шкафчик Вот такие туалеты, не удивляйтесь, это любят англичане hot и cold water, it's ok, it's a small with маленький шкафчик здесь еще. Общий коридор, здесь три этажа и шесть квартир, общий вход, это квартира вот которую я смотрю, да, и вот это вот выходная дверь на улицу. Вот такой вот выход и вот такой вот вход. Вот такой вот этот дом снаружи, смотрится очень даже неплохо. Да, и вот мне сказали, что здесь вот этот палисадничек, который мы видели в окно, он тоже принадлежит этой квартире. Весьма неплохо сказать по правде, потому что я испугалась, когда мне сказали ground floor, я подумала, что это вот так, вот так и вот здесь, вот видите, это в этом же доме. Вот, у нас называется цокольный этаж, а у них вот, они называют ground floor. И пойди пойми, ground floor имеется ввиду на земле или под землей. Не проясняется, но там, слава богу, квартира нормальная. Так, друзья, я переслушивать не хочу, но не помню, сказала ли я вам цену или нет. И одна и вторая квартиры стоят 115 тысяч фунтов. Так что, ну вот можно делать предложение, они уже ждут от меня предложения. В принципе, квартиры не та, не вторая, не плохие. Вот в этой квартире, что мне не понравилось, опять стекла, не двойные, одинарные. И старые рамы, ну, здесь можно поменять, без проблем говорят, что можно поменять. Но здесь вот, все это, понимаете, как бы опять затратно получается. Хотя квартирка неплохая. Вот, еще я хочу опять же пояснить, друзья, для тех, может быть, кто сейчас опять начнет возмущаться, что я так плохо разговариваю с риэлторами, что я вот типа того, что и не поздоровалась, и тут начала сразу что-то говорить. Друзья, объясняю мне, потому что уже кто-то сделал замечание. Тут же невозможно, понимаете, что я вот так вот разговариваю грубо. В Англии так не принято. Так, значит, объясняю, прежде чем делать съемку вам, я прохожу совершенно без камеры, без всего. Я прохожу в квартиру вместе с риэлтором. Мы с ним раскланиваемся, объясняемся, разговариваем, рассказываем друг другу все, что мы хотим. У англичан принято, да, так, сначала раскланиваться и говорить о погоде. Потом переходим к делу, и я говорю, что я хочу снять на видео, можно я сниму, потому что я хочу запоминать, я хочу показать также своей семье, своим друзьям, чтобы мне посмотрели и знали, что я тут покупаю. И они говорят, да, 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 конечно, конечно, и потом только я начинаю снимать. Если у меня какие-то возникают вопросы к риэлтору, то это уже параллельно, когда я снимаю, я вот какие-то вопросы задаю. Ну, надеюсь, что я прояснила ситуацию, и вопросов здесь не должно бы возникнуть. Дальше я хочу сказать по поводу цены. Цену, конечно, можно предлагать ниже, можно сбивать, но сейчас непонятно, будут ли они соглашаться или нет. Я пока ни по одной, ни по второй квартире никаких оффа, то есть предложений не делала. Почему я не делаю предложения, почему я застопорилась? Потому что, во-первых, у меня пока еще вот этот процесс продажи моей квартиры, он в стадии еще. Кто-то боялся, что вот я останусь на улице, да и я боялась, что так получится, но оказывается ничего подобного, все это будет длиться еще долго, вот, и пока еще даже, как говорится, в завершающую фазу не вошел весь этот процесс, а процесс длится по два, по три, по четыре месяца. Поэтому я тоже немножко свою прыть приостановила. Вот показываю вам памятник, отвлекаюсь немножко, видите, памятник Первой и Второй мировых войн. Вот, 14-18 и 39-45 годы погибшие. И вот это вот центральный пляж в городе Сандаун. Такая небольшая смотровая площадочка. Покажу вам, как выглядит на этом пляже, мы с вами еще не были, может быть, тоже кому-то интересно посмотреть. Ну, здесь я не люблю, видите, вдалеке, вдалеке, очень далеко, это вот этот вот наш замечательный Калвердаун, в котором мы с вами гуляли много-много раз. А вот такой вот центральный пляж, маленький, по мне, так даже немножко грязненький, какой-то, мне в райде нравятся пляжи больше, хотя, может быть, камера не передает. Ну, и здесь вот все-таки, вот видите, какие-то грибки, какие-то грибки, это уже сами пляжные грибки, надо покупать зонтики, вот эти белые, видели, да, это здесь надо покупать их и брать в аренду, я имею в виду на пляже, и, пожалуйста, пользоваться. Ну, и вот эти всякие лодочки, каноэ, детские, велосипеды водные, все это тоже можно использовать, платится 35 фунтов в час, и, пожалуйста, кататься не возбраняется. И последнюю, третью квартиру сейчас мы с вами будем смотреть. Она вот в таком вот доме гостиничного типа. Здесь две отдельные комнаты, сейчас обе сдаются. Видите, здесь тоже мебли, мало кровать, стол и какое-то кресло, шкаф. Ну, в общем, все необходимое. Квартира неплохая, не убитая. Здесь тоже ламинат на полу, она отремонтирована. Вот эта вот комната, наверное, будет где-то 15 квадратных метров, что неплохо для Англии. Квартира на третьем этаже. Это вот коридорчик, я показываю общий вид. Вот, кухня. Кухня небольшая, не маленькая, даже тут столик обеденный тоже поставили. Вот так вот выглядит эта кухня. Все вроде как есть. Чем пользоваться? Так, по-хорошему, конечно, уже здесь нужен бы ремонт. Потому что, когда люди живут, то они не свое и не особенно берегут. Здесь вот душ, душевая кабина. Маленькое пространство для всяких ютилити. И я смотрю по углам, чтобы не было плесени, самое главное. Туалет. Ну вот, новый помененный унитазик. Центральное отопление. Все, конечно, не очень большое, но неплохо. Показываю вторую комнату. Ну, она выглядит точно так же. И она тоже где-то 16 квадратных метров. Вы знаете, как-то так вот неудачно я показываю. Не знаю, батарея вот. Вроде, когда ходишь с камерой, кажется нормально. Последние, третьи квартиры. Цена 110 тысяч. И там тоже аренда 900 лет. Третий этаж, как я сказала. Ну, и самое плохое в ней то, что там очень дорого платить годовая. Сервис-чардж оплата арендатору. Тысяча шестьсот фунтов. Это очень много. Ну, зато говорят, что вот обе комнаты сейчас сдаются. И она приносит неплохой доход. Где-то, наверное, шестьсот фунтов в месяц. Вот такие три сегодня квартиры я вам показала. Все три разные, но цена примерно одна. И цена все равно выше, чем я имею денег на руках. Ну, а в конце, для тех, кто досмотрел, как обычно, мой сюрприз, друзья. Я обожаю этот фильм. Кто догадается, как называется этот фильм? Пожалуйста, пишите. Я сейчас закончу. Будет вам призы. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Надя, я была в театре. Чего ж ты не сказала? Я бы тебе контрамарку достала. Зачем? Я сидела очень удобно. Купила билет за руб пятьдесят и сидела. Понравилось, нет? Очень, Надя. Очень? Очень. У меня там маленькая роль. Когда девушки выходят, я в сиренево. Я сначала думала, что ты в красном. А потом разглядела. Ой, я так боялась, что тебя слышно не будет. Зал такой огромный. Когда ты сказала доброе слово и кошке, приятно, так хорошо, так тихо сказала, у меня из глаз слезы потекли. Действительно, Надя, приятно. Дальше, во втором акте, ты как-то так покачала головой и сказала, любовью оскорбить нельзя. Надя, действительно, любовью оскорбить нельзя, ведь если даже тебя полюбит плохой человек, Надя, ведь нельзя. Ой, как хорошо, что ты решила. Ты только посиди, ладно? Я посиди, посиди, посиди. Ой, ты знаешь, я сейчас с сестрой не общаюсь, вообще замкнулась. Ты знаешь, это, наверное, потому, что мне не очень везет. Вот ты помнишь, я тебе сказала, лишь мы взяли, я буду на все согласна. Нет, человек неблагодарное животное, мне мало, мне плохо. Приготовила большую роль, показала, не понравилось. Вторую, третью, то же самое. Наверное, со мной что-то произошло, раньше-то я же была другая. Ну, я же помню, я ходила по улицам, я смотрела на окна. Я старалась вообразить, какая бы я была, если бы я жила вот здесь. Понимаешь, я живу на другой улице. Вокруг у меня другие дома, другие деревья, все другое. Я сама другая. Сейчас я не хожу. У меня, видишь ли, некогда. А жизнь-то бежит, она бежит. И каждый день новая. Машина катится по-новому, целуется по-новому, танцует по-новому. Ой, как хорошо, что ты пришла. Только посиди, ладно? Я посижу, ладно? Посиди, посиди. Может, мне приготовить еще одну роль, а? Еще раз рискнуть, а? Ты понимаешь, странное дело. У меня в жизни не было особенно много радости. Ну, я не веселый человек. Ну, не очень веселый, особенно сейчас, когда мне не очень везет. Но если бы спросили, кого я хочу играть, я бы сказала веселую, счастливую, которая все может, все вокруг приносит радость. Лаура в каменном гости. Ой, вот сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Ты знаешь, я давно не пела. Я сама с собой петь не люблю. Дома некому. У тебя ты тоже вроде ни к чему. Я замкнулась, понимаешь? Я замкнулась. Сейчас, ты послушай, ты скажи. Сейчас, я попробую. Оделась туманом Гренада, все дремлет вокруг, все манит к свиданию. Ничего? Ничего. Открой же Бентану Эльвира, не медли. Друг мой милый, час любви улетает напрасно. В немом, в немом, в ожидании, там Люса. Ничего. Ничего. Рискнуть? Рискнуть. Сейчас. В немом, в ожидании, там Люса. Люска. Продолжение следует...